МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экономика начала постепенно оживать. В России возобновили работу торговые центры, турагентства, кафе, рестораны. Фитнес-центры и многое другое. Можно строить планы на отпуск. В Сочи уже открыт въезд для туристов со всей России. В общем, мы возвращаемся к привычной жизни. О том, какую поддержку в этот период может получить бизнес, будем говорить сегодня. В студии Ростислав Билык. Здравствуйте. Правительство выделило более 23 миллиардов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Число работников предприятий, которые могут получить субсидии, увеличилось до 5 миллионов человек. Эти меры позволят сохранять занятость и стабильную работу организации. Это поможет людям пройти этот непростой период, говорит премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство продолжает поддерживать организации малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, которые сохранили не менее 90% работников. На субсидии для них мы ранее уже направляли из резервного фонда правительства более 81 миллиарда рублей. Сегодня выделим еще свыше 23 миллиардов рублей. Выделение дополнительных средств вызвано тем, что мы постоянно расширяем перечень пострадавших отраслей, а число потенциальных получателей субсидии растет. И сейчас оно составляет 1 миллион 730 тысяч. О мерах поддержки предпринимателей мы рассказывали не раз. Напомним, банки начали выдавать компаниям беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, а также предоставили предприятиям возможность оформить кредитные каникулы. Кроме того, в стране отменили более 200 тысяч плановых проверок бизнеса в 2020 году, а внеплановые проверки будут согласовываться с прокуратурой. Ощутили ли на себе меры поддержки бизнеса орловчане? Все, что мы просили, мы получили. Это компенсации от президента, это все оформленные люди по одному роту на человека. То есть мы сохранили численность коллектива, мы не сократили сотрудников. И за апрель-май государство нам эти деньги компенсировало. Это солидная, существенная помощь. И все кредиты, которые предоставляют под 0%, их дают под 2% с возможностью сюда невозвратности, если опять-таки мы сохраним все обязательства перед сотрудниками и поставщиками. Проблем, могу сказать, у меня никаких просьб и проблем к руководству государства и руководству области, города нет. Нам просто нужно работать. Когда только президент выступил, сказал о том, что будет некая поддержка, буквально на следующий день я уже позвонил в мой бизнес, спросил, расскажите подробнее, как получить. Тогда сказали, что еще информация не поступила. Как только поступят, мы с вами свяжемся. В кратчайшие сроки получил от них уже сообщение более подробное по этой поддержке. Быстро среагировал, отправил заявку в банк. И, собственно, вот таким образом я один из первых в области, который получил эту поддержку. Всю информацию о доступных мерах поддержки предприниматели могут узнать в центре мой бизнес. Более 6 тысяч орловчан обратилось сюда с начала этого года. Напомню, центр работает на улице Салтыкова-Щедрина с осени прошлого 2019 года. Он объединяет все сервисы и инфраструктуру для предпринимателей, для запуска и развития бизнеса. Всего, я посмотрел статистику обращений с начала года, более 6 тысяч обращений. Из них, конечно, абсолютное большинство приходится на телефоны горячей линии. То есть это практически 5100 обращений. Это основная масса, конечно, в условиях, когда началась пандемия, то есть 30 марта 2020 года. Наиболее часто задаваемый вопрос, конечно, там, какую помощь мы можем получить от государства, то есть все наши предприниматели. Плюс к тому, что достаточно большое количество предпринимателей начали регистрировать свой бизнес. То есть, как говорили умные люди, большой кризис, большие возможности. В феврале мной был получен кредит на развитие моего бизнеса от фонда поддержки предпринимательства Орловской области. И с результатом пандемии этим же фондом, от него же я получила каникулы кредитные на 6 месяцев. На текущий момент, с начала года, фондам уже оказана поддержка предпринимательным на сумму более 210 миллионов рублей. На текущий момент утвержден новый порядок по предоставлению, по финансированию выпад заработной платы под процентную ставку 0,1. Обратиться к нам можно по телефону горячей линии 44 30 20. К тому же у нас есть возможность обратиться через интернет-сайт msb-oriel.ru, через онлайн-чаты. Мы представлены во всех социальных сетях и отвечаем на все обращения предпринимателей. Бизнес в Орловской области возвращается в прежнее русло, но пока с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности. С 22 июня начали открываться торговые центры, веранды кафе. Расстояние между столами должно быть полтора метра. Используем антисептики, перчатки и меряем температуру у сотрудников, так называемый входной фильтр каждый день. То есть все меры, которые Роспотребнадзор к нам применил, чтобы мы могли открываться, аккуратно начинаем работать. Для нас самая главная сейчас задача соблюдать все правила и заставить всех арендаторов соблюдать правила, потому что это всегда много организаций, которые со своими руководителями кто-то понимает, кто-то не понимает. Но сейчас самое главное, это, конечно, привести всю норму в соответствие обязательно. И мы, в принципе, готовы с этим справимся, потому что, на самом деле, последние 2-3 недели мы ждали, мы готовились и вели разъяснительную работу со всеми сотрудниками, и не нашими сотрудниками. Я обращаю внимание на необходимость контроля и выполнения требований по санитарно-эпидемиологической безопасности. Я прошу и по линии АТК, и по линии Роспотребнадзора. Пока трудно согласиться с тем, что ситуация для малого и среднего бизнеса в России значительно улучшилась, но вместе с тем можно быть уверенным, что эта сфера экономики сумеет быстро восстановиться, ведь предприниматели в России привыкли к ситуации стресса. В интервью федеральным СМИ сказал председатель Объединения промышленников и предпринимателей Сергей Федоров. Напомним, поддержка сферы предусмотрена нацпроектом, малое и среднее предпринимательство, который реализуется в России по инициативе президента. Он предполагает рост числа занятых в малом и среднем предпринимательстве до 25 миллионов человек к концу 2024 года. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей. Далее обзор событий и наша рубрика интервью. В Орловской области режим ограничительных мероприятий по коронавирусу продлен до 16 июля. Масочный режим при входе и нахождении в общественном транспорте, на объектах розничной торговли, в медицинских организациях на срок по 31 июля включительно. Решение было озвучено на заседании оперативного штаба. Почти в 20 стационарных загородных центрах побывают более 9 тысяч детей в этом сезоне. Причем более тысячи из них состоят на профилактическом учете. Вопросы организации профилактических мероприятий среди подростков группы РИСКО обсудили на заседании антинаркотической комиссии Орловской области. Дефицит мест в детсадах может сократиться в ряде районов областной столицы. Новые дошкольные учреждения планируют построить на Планерной, Ливенской и Кузнецово. В общей сложности в течение двухлетного заведения школы детсадов в Орле предполагается выделить свыше полутора миллиардов рублей. Детали проектов обсудили на аппаратном совещании в областной администрации. Активисты движения «Волонтеры Победы» на ежегодном субботнике благоустроили более 5 тысяч воинских захоронений по всей России. В этом году акция была международной. О том, как субботник прошел в Орловском регионе, нам рассказал Евгений Алехин, начальник управления экологического надзора и природопользования. Здравствуйте, Евгений Евгеньевич. Добрый день. Совсем недавно завершился экологический двухмесячник, потом прошел субботник. С какими результатами акции провели орловчане? Да, Наталья, действительно, экологический двухмесячник закончился. Он закончился с 1 июня, с 1 апреля по 1 июня. К сожалению, мы в этот период не смогли провести общий областный экологический субботник. И ввиду этого у нас стало благоприятное время и необходимое время. Мы его провели 20 июня текущего года. Какое количество участников было и, собственно, какие работы они выполняли? Ну, ввиду непростой ситуации, но все-таки количество людей порадовало очень сильно. У нас приняло участие 1708 трудовых коллективов по нашей области и, соответственно, порядка 51 800 человек. Это те люди, которые вышли на субботник и, соответственно, навели порядок неравнодушно к нашему региону. Ввиду этого удалось очистить 30 километров прилегающих лесов от мусора и коммунальных отходов. Соответственно, также прошли мы вдоль рек наших водоохранных зон порядка 66 гектар мы очистили береговой полосы. Ввиду всего этого большое внимание было уделено братским захоронениям. По нашей области 587 братских захоронений были приведены в порядок. Была выполнена такая работа, как обкос травы. Соответственно, побелели, покрасили и обустроили подъездные пути. Ввиду этого большое внимание было уделено незаконным свалкам нашим, те, которые находятся на нашей территории. Было ликвидировано 118 незаконных свалок. Ввиду этого на территории области было вывезено более 500 тонн отходов в соответствующие места сортировки. Ну и таким образом это показало очень хороший пример и результат для нашего молодого поколения. То, которое сейчас находится на каникулах у бабушек, у дедушек. Волонтеры активно принимали участие, насколько я знаю. Волонтеры принимали участие, да. Все санитарно-эпидемиологические нормы были соблюдены для того, чтобы его избежать распространения. Ну и в свою очередь хотел бы отметить, что все-таки на территории нашей области живут неравнодушные люди, те, которые любят свой регион. И все вышли в непростую ситуацию и привели в порядок лицо нашей области. Ну и поработать на свежем воздухе никому не повредит, тем более погода располагает. Ну, трудовые коллективы, кстати, хочу отметить, что вышли не только муниципальные предприятия, вышли и индивидуальные предприниматели. Правительство Русской области приняло участие в данном мероприятии. А в частности, даже губернатор Андрей Евгеньевич впереди всех убирал у нас железнодорожный, дворец железнодорожников. Ну вот, что, собственно говоря, хотел отметить по субботнику. Евгений Евгеньевич, хотелось бы с вами обсудить еще одну тему, состояние водоемов и водных ресурсов. Что сегодня вызывает беспокойство? Я знаю, болевые точки на карте области есть по-прежнему. Да, Наталья, эта проблема, она актуальна. Ввиду того, что сейчас у нас аномально жаркая погода, как вы понимаете, Гидромедцентр предупреждает. Большинство жителей у нас региона обратили свой взор к водным объектам. Они выезжают на рыбалку, на места отдыха. Ну и у нас поступают очень большие и тревожные сигналы в соцсети, да и непосредственно в управление. Здесь у нас есть наши реки, они, так как и региональный надзор мы осуществляем в нашем подведомстве, и, соответственно, федерального надзора есть реки. Здесь мы получаем обращения от граждан, сортируем их, соответственно, которые мы можем принять решение, мы незамедлительно принимаем. Те, которые требуют участия федеральных органов, надзорных, мы, соответственно, привлекаем их и совместно с ними работаем. Болевая точка у нас есть, я приведу пример. К примеру, у нас есть Краснозоринский район, оттуда начинается исток реки Любовша, и протекает он конкретно до Верховского района, там отпадает реку Труды, а дальше река Сосна. Вот буквально 10-го числа июня текущего месяца к нам поступил сигнал из соцсетей, что ввиду того, что какое-то предприятие или какой-то объект сбросил туда определенную некондицию или, может быть, вредные вещества, был замечен массовый мор рыбы. Мы среагировали в выходной день, включая День России 12-го числа. Сотрудники инспектора выехали на место, были отобраны пробы и, соответственно, где выяснилось, что действительно биологическое потребление кислорода ПБК превышает от 5 до 7 раз. То есть в объект был выброшен какой-то органический полураспад. Удалось выяснить, что за предприятие навредило водоему? И, собственно, что выбросили? Скажу следующее. Непростая ситуация, на самом деле, ввиду того, что нужно точно определить место, откуда был выброс, и, соответственно, найти того виновника. Для этого нужно проделать следующую работу. Взяты были три отбора проб. Соответственно, два отбора проб показали, в каком месте был выброс, и указывают это на определенное предприятие, которое занимается у нас спиртовой промышленностью. То есть спиртзавод. Но ввиду того, что данный объект находится Росприроднадзоре в федеральном ведомстве, мы методом исключения идем по руслу реки, смотрим наши предприятия под надзорной региону, и исключаем их присутствие и, соответственно, попадание от них какого-либо вредного вещества. В данный момент работа эта завершается, не буду предвкушения вам говорить, результат есть, и, соответственно, соответствующие все мероприятия будут проведены. То есть это был единичный наказан? Будет наказан, совершенно вы правы. То есть это был единичный случай за последнее время? По мору рыбы, да. В этом случае проблема была именно зафиксирована в Любовше. Но также поступают сигналы соцсетей от жителей, то, что есть и в реке Акай, раз замечены объекты, то, что рыба там погибает. Но здесь по выезду с Росприроднадзором выясняют, что где-то есть механическое повреждение, где-то возрастное. Но все-таки в то же время как бы есть проблема, и проблема эта связана еще ввиду того, что у нас современные технологии, большинство сельхозпредприятий и автомоек работают уже новыми инновационными средствами. Те, которые, к сожалению, с паводком, с дождями, которые у нас обильно периодически в этом году не обижают нас, смываются и попадаются у нас уже конкретно в водный объект. Ввиду этого ведется работа по надзору и по выявлению превышения каких-либо примесей и выявлению тех иных предприятий, которые пытаются сбросить незаконно превышающие элементы. Евгений Евгеньевич, спасибо вам большое за беседу. Ждем вас снова в этой студии. Спасибо, Наталья. И в завершение к федеральным новостям. Страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2021 году повысят на 6,3% и в итоге средний размер пенсии составит 17 432 рубля. Это была программа «Область решений». В студии был я, Ростислав Билок. Всего доброго. Продолжение следует...